Доброе утро, Ульяновск! Доброе утро, Ульяновская область! На телеканалах Репортер 73 и ОТР мы начинаем одну из самых ранних наших программ. На календаре 14 июня, среда, и предлагаю очередной день начать с небольшого путешествия по страницам истории. В этот день, в 1783 году, на западном берегу Южной бухты были заложены первые каменные постройки города Севастополь. И эта дата считается днем основания города. Год 1891 состоялась закладка Великой Сибирской железной магистрали. 14 июня 1898 года в России впервые законодательно ограничен рабочий день до 11,5 часов. И еще одно событие, связанное с трудовыми отношениями, произошло в 1918-м. Постановлением СНК РСФСР об отпусках впервые в России введены отпуска. В 1956-м английские войска покинули зону Суэцкого канала, а уже 26 июля Египет его национализировал. В 1963-м запущен советский пилотируемый космический корабль «Восток-5». А в 2009-м в Белоруссии, в Минске, прошел первый белорусский республиканский фестиваль «День молока». В нашей студии, вне зависимости от праздника и дня недели, с завидным постоянством появляются композиции от партнера программы сети цветочных салонов «Нимфа-73». Для вас сегодня работает Екатерина Терещенкова. И Владимир Гаврилов. Поехали. Начинаем традиционно со спортивных новостей. Ну, тем более, что давно не было у нас вестей из футбольного клуба «Волга». Так вот, новым наставником «Желто-Черных» стал бывший тренер «Волгаря» Андраник Александрович Бабаян. Ну, контракт с наставником рассчитан на три года. В минувшем сезоне под его руководством коллектив снизовья «Волги» до последнего претендовал на участие в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, но в итоге замкнул дюжину. Помимо «Астрахани» наставник также работал в Ереванске, Харарате, Армении и Алашкерте. Кроме кадровых перестановок в тренерском штабе «Волге» предстоит серьезная работа с игровым составом. Так, например, в связи с истечением арендных соглашений Валерий Соломаха, Владимир Марухин и Даниил Камлашев покидают Ульяновск. Плюс по соглашению сторон с командой чуть ранее расстались гвинеец Момо Туре, нигериец Стивен Биток и бразилец Халев. Ну, в клубе уже ведется работа по подготовке к сезону. Задача сейчас сохранить костяк и, конечно же, скорейшее возвращение в Первую лигу. Тему здорового образа жизни и спорта продолжим далее. Всем доброе утро! Меня зовут Олег Морев. Я являюсь мастером спорта по греко-римской борьбе. Сегодня я с вами проведу зарядку. Мы начнем упражнение с головы. На раз опускаем голову влево, на два поднимаем. На три опускаем голову вправо, поднимаем на четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И так упражнение... Ну, подхода три-четыре надо сделать. Также начинаем упражнение вперед и назад. На раз опускаем голову вперед, на два поднимаем. На три опускаем голову назад, на четыре поднимаем. 1 2 3 4 1 2 3 4 теперь начнем вращение головы на 1 делаем вращение влево на 2 делаем вращение вправо 1 2 1 2 1 2 1 2 теперь начнем упражнение на руки вначале делаем вращение локтями руки ставим чуть-чуть перед собой и маленько в стороны на 1 2 3 4 вращаем к себе руки потом подсчет на 1 2 3 4 вращаем другую сторону вперед пусть не начинаем 1 2 3 4 другую сторону 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 и 1 2 3 закончили теперь сделаем упражнение называется ножницы на 1 мы делаем руки вот так на 2 делаем их назад на 3 делаем руки снова так и на 4 делаем сюда упражнение начинаем 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 и 1 2 3 закончили теперь вращаем руки вперед обеими руками 1 2 3 4 такой же подсчет и также назад уже начинаем 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 закончили теперь переходим на упражнение на таз делаем вращение вправо 2 и влево 2 подсчет 1 2 2 и в другую 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 закончили теперь делаем борцовское упражнение называется мельнице называется мельница надо ноги поставить на ширине плеч маленько согнуться руки развести и делаем повороты 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 и 1 2 3 закончили всем спасибо за зарядку занимайтесь спортом видите здоровый образ жизни всем пока от спорта к предпринимательству региональный бизнес получил 200 миллионов рублей помощи из бюджета еще в мае эти средства были выделены региональным гарантийным фондом и фондом финансирования промышленности и предпринимательства в рамках предоставления поручительства оказана гарантийная поддержка 24 предприятия планируется реализовать инициативы в сфере производства строительства сельского хозяйства транспортных услуг и торговли ну кстати гарантийный фонд региона предоставляет обеспечение и поддержку в виде поручительств субъекта малого и среднего предпринимательства для расширения доступа бизнеса кредитным ресурсом господдержка оказывается по национальному проекту малое и среднее предпринимательство рубрика главном продолжит утренний эфир так добрый день приветствую Валентина Федоровна, да? да в чем вопрос? здравствуйте я хочу, Валентина Федоровна, обращаюсь к вам от имени жителей полупости Нистоя селеквиновки по вопросу благоустройства дороги 326 погонных метров весной, как тает снег, улица становится непроходимой 13 домовладений, где живут пенсионеры, терпят бедствия ответ дан тут же объем работ небольшой, ремонт несложный, до 15 июля закончат необходимо создать жителям нормальные условия для жизни, подчеркнул Алексей Русский многодетная мама из Шумовки Ульяновского района поинтересовалась судьбой спортзала местной школы здание построено в 1977 году хотелось бы ремонта у нас в области реализуется программа по ремонту спортивных залов на этот год у нас 4 учебных заведения, где мы ремонтируем спортивные залы в том числе и в Шумовской средней школе Сергей Олегович, доложите о ходе выполнения работы Сергей Горячев доложил у нас проект образования позволяет обновить материально-техническую базу в образовательных учреждениях Ульяновской области в Шумовской средней школе уже выполнено демонтаж напольного покрытия дверных коробок установили новые пластиковые окна далее по плану проведения косметического ремонта стен и потолка монтаж новой системы электроснабжения задача от губернатора до 15 августа работы завершить Татьяна Владимировна обратилась к губернатору с просьбой помочь зачислить ребенка в школу-интернат для обучающихся с ОВЗ до конца месяца зачислят в 26-ю школу на улице Толбухина которая оборудована всем необходимым 25 кабинетов, 3 мастерских, 1 компьютерный класс логопедические кабинеты, 6 интерактивных досок, 39 компьютеров а вот житель дома номер 17 по улице Артема пришел осведомиться о капитальном ремонте у нас сейчас приступили делать ремонт посуду швы дом 17 Артем и там второй вопрос у нас еще центральное отопление значит по швам приступили организация по центральному отоплению значит обещают приступить с 11 июня прямо сейчас там ведутся работы по капремонту межпанельных швов к замене центрального отопления подрядная организация планирует приступить с 11 июня муниципальный контракт заключен губернатор велел работу закончить до 1 сентября в Ульяновской области по национальному проекту наука и университеты появится центр трансфера технологий ну появится он на базе госуниверситета и позволит внедрить разработки исследователей в реальный сектор экономики на сегодняшний день на базе вуза функционируют учебно-научные лаборатории по нескольким направлениям в том числе и по робототехническим системам кроме того планируется создание лаборатории методов прикладной математики для решения проблемы экологически чистого получения энергии все это делается для достижения технологического суверенитета о чем говорил президент россии владимир путин и одно из ключевых звеньев обеспечивающих ее реализацию грамотно выстроенная региональная научная повестка и у ульяновской области с этим все в порядке ну регион обладает высоким научно-техническим потенциалом и входит в топ 10 регионов первого национального рейтинга научно-технологического развития регионов по количеству патентов полученных на одного работника занятого научно-исследовательскими работами ульяновская область находится в числе лучших регионов россии о других интересных новостях расскажем далее экология безопасность жизнь фото выставка под таким названием прошла в регионе в 23 раз проект стартовал в 2001 чтобы привлечь внимание жителей региона к разнообразному и удивительному животному растительному миру ульяновской области не оставляя при этом без внимания проблемы экологии кстати это не только экспозиция лучших стоп-кадров это профессиональный конкурс для всех любителей фотоискусства от школьника до серебряного возраста мы не закрываем страницу а переворачиваем потому что такой формат он и доступен и прекрасен и вот в этом году мы поменяли экспозиционные решения и тем самым наши фотографии дополняли экскурсию по основной экспозиции нашего отдела природы и конечно очень здорово что мы продолжаем традицию межрегиональной выставки то есть мы сейчас подведем итоги региональные а дальше работа победителей уходит на межрегиональный этап и сегодня мы будем представлять уже выставку межрегиональную которая более доступного формата она в электронном виде и мы даже ее отправим в наш подшефный район в итоге на Луганской народной республике 2008 года фото выставка является фестивалем дело в том что она проходит несколько этапов первый этап это конец зимы начало весны каждого года в регионах и в том числе в районах ульяновской области проходит отборочный этап фотографий и из разных районов к нам в краеведческий музей поступает работа победителей вот этих этапов в дальнейшем эти работы мы отбираем и с 22 апреля по 5 июня они демонстрируются всем желающим в музее в виде вот такой фотовыставки 7 лет назад фотоконкурс приобрел статус межрегионального победителя областного этапа отправятся отстаивать честь региона этот формат он проходит в виде сайта то есть эти все работы собираются в едином сайте жюри которые составляют директора музеев привозского федерального округа выбирает лучшие работы эти работы печатаются и они в виде перевозной выставки такой передвижной путешествует по регионам привозского федерального округа из 50 работ региональных фотографов жюри определили лучшие в четырех номинациях эковзгляд проблемы экологии это стоп-кадр фотографии с флоры и фауны региона это фантазии природы пейзажная фотосъемка и отдельная номинация для фотографов младше 16 лет юный фото натуралист а еще за лучшее фото проявление доброты а также за фото ландшафтов и представителей растительного и животного мира национального парка и других особо охраняемых природных территорий региона и это уже специальные призы от партнеров выставки птицы один из самых излюбленных объектов фотолюбителей фотоанималистов вот и в этом году мы отдаем приз за эту качественную атмосферную ну и такую прям картиночную действительно картиночную качество фотографию Антона Лобачева оценивали не только профессионалы но и зрители отдав свои симпатии в книги отзывов за все это время за два месяца нам больше чем практически 200 человек оставили отзывы и была очень такая нешуточная борьба между вот этими призами и в номинации приз зрительских симпатий победил Макалагин Михаил с работой очередь на поцелуй победители отправились на межрегиональный этап итоги которого подведут 5 июля болеем за наших картину дня дополнит региональные новости в эфире информационная программа реальность Взять судьбу дома в собственные руки решили жильцы пятиэтажки по адресу Ватутина 64 учредили жилищно-строительный кооператив избрали председателя и проголосовали за создание спецсчета для сбора средств на капитальный ремонт решение приняли на общедомовом собрании еще в 2022 году ежемесячные взносы оплачивали исправно в подъездах было разрешено вот это объявление оплачиваем счета квитанции ЖСК Заря до марта месяца я платил в ЖСК Заря на спецсчет и думал что это правильно на самом деле это не так с агентства мне присылали документ об данном вопросе и где я узнал что у меня долг долг на сегодняшний день на если не ошибаюсь на апрель или на март могу ошибиться 16 тысяч в фонд модернизации ЖКХ к требованию об уплате долгов фонд модернизации ЖКХ отнеслись с недоверием за ответами обратились в прокуратуру и жилую инспекцию прокуратурой Ленинского района города Ульяновска по обращению жильца дома 64 по улице Ватутина города Ульяновска проведена проверка исполнения жилищного законодательства в ходе которой было установлено что со стороны ЖСК Заря производится необоснованное взимание оплаты за капитальный ремонт в двойном размере по данным фактам сотрудники агентства провели проверку по результатам выявили нарушение по двойному числению далее в отношении председателя ЖСК предписание установили срок устранения 20 число текущего месяца ну и соответственно по результатам будем проводить повторную проверку в случае если данное замечание устранено будет своевременно то собственники получат свои перерасчеты выяснилось что набор документов на создание спецсчета оказался неполным но председатель дома об этом обстоятельстве скромно умалчивала и продолжала собирать деньги пользуясь юридической неграмотностью жильцов по поводу капитального ремонта она отвечает как вам пришел долговой документ значит не больно обращайте внимание потом когда с карточки деньги снимают у людей бегите в суд это ее ответ жителям сейчас рекомендую активно участвовать в жизни дома собраться правлением синициировать его сейчас заседание и понять куда их завела эта ситуация даже если председатель не придет у нас есть правление которое легитимно и способно принимать решения в интересах жителей окончательную точку в судьбе дома со спецсчетом поставит суд сейчас жильцы находятся в ожидании его решения как распоряжаться своими средствами дальше и вновь не оказаться в ловушке собственной неграмотности следующий вопрос ответ на него скрыт в жилищном кодексе фонд фонд Тем же, кто 12 июня продолжит трудиться, работа должна быть оплачена по повышенной ставке, как правило, двойной. Ульяновск Электротранс с начала 2023 года недовыполнил план на более чем 105 тысяч рейсов. Как сообщил исполняющий обязанности директора МКУ-организатор пассажирских перевозок Играмудзин Емиров, в Ульяновске по утвержденным расписаниям ежедневно должно выполняться 6784 рейса. Фактически совершается до 5000. Схожая ситуация и в ПТП-1. Согласно расписанию, перевозчики предприятия с начала года должны были выполнить свыше 58 тысяч рейсов, на деле 45 тысяч с расхождением от плана на 23%. За систематическое нарушение графика организатор пассажирских перевозок оштрафовал Ульяновск Электротранс на миллион рублей. ПТП-1 на 36 тысяч. Наиболее недисциплинированных перевозчиков ждут повестки в суд с иском о прекращении действия свидетельств. За пять месяцев 2023 года сотрудниками управления Россельхознадзора на территории нашего края проверено более 23 тысяч тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур, подготовленных на экспорт. Основными видами продукции, уходящие с территории области за рубеж, стали зерновые и бобовые культуры, горох, зерно пшеницы и ржи. 18 тысяч тонн этих товаров вместе с 3000 тонн льна и 1000 тонн керловой крупы и пшеничной муки должны отправиться в Афганистан, Азербайджан, Армению, Казахстан, Беларусь, Латвию и Киргизскую республику. По заключению экспертов, весь объем продукции соответствует фитосанитарным требованиям стран-импортеров. Начало лета – самое время для подготовки к школе. Тем, для кого школьные сборы – процесс сложный не только в плане физическом, моральном, но и материальном, помогут неравнодушные жители нашего региона. В этом году только в Ульяновске более 8 тысяч детей получат канцтовары и рюкзаки, закупленные на 16 миллионов рублей. Это суммы из разных бюджетов, это и областной бюджет, из которого помощь получат многодетные семьи, городской бюджет, из которого помощь будет оказана неполным семьям, и семьям, где один из родителей или оба родителя являются инвалидами. Остальным нуждающимся семьям планируется оказать помощь в рамках благотворительной помощи. В День России рюкзаки вручили 12 будущим первоклассникам, чьи отцы доблестно несли службу во время СВО. Владягин Лев – будущий первоклассник средней школы номер 9. Профессионально занимается худо и увлекается футболом. Мальчик мечтает стать полицейским. Уверен, для достижения цели в школьном дневнике нужны только высшие оценки. Я хочу в школу, я от нее жду пятерки. Читать, писать, цифры, буквы. Не забывают нас, что честят память наших погибших мужей. Выражают нам такую благодарность даже, помогают собраться детям в школу. Это очень ценно для нас, что мы всегда находимся под их вниманием, под их крылом. Ульяновск во все времена был и будет надежной опорой для государства. Вместе со всей страной наш город динамично развивается, уверенно движется вперед и стремится в будущее. Будущее – это дети и создание комфортных условий для их жизни, учебы и всестороннего развития. Задача общая. Маргарита Матюшинская, Максим Архипов, репортер 73. Казань Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Что вы думаете, когда я вас останавливаю? Когда вы торопились куда-то, превысили? Когда у вас ребенок в машине, а автокресло в багажнике? Или когда он не пристегнут, все равно уже вырос? Хочу оштрафовать или ищу повод? Я здесь не для этого. У нас с вами есть общее дело – сохранить жизнь нашим детям. И без вас не получится. Варикозное расширение вен – серьезная угроза здоровью. Внимание! До 30 июня в Медицинском центре «Консилиум» консультация сосудистого хирурга и УЗИ вен нижних конечностей. Вместо 1800 – 1000 рублей. Не откладывайте визит к специалисту. Медицинский центр «Консилиум». По данным сайта «Гесметио» 14 июня в Ульяновске пасмурно. Утром дождь. Температура воздуха по области ночью плюс 10-14 градусов. Днем плюс 19-23. В городе температура воздуха ночью плюс 11-13. Днем 20-22 выше 0. Ветер преимущественно восточный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. Летние сезоны в усадьбе открыты. Ну, я так понимаю, сейчас будет новость для того, чтобы скорректировать культурные планы на ближайшее будущее. Естественно, но для начала об открытии. Итак, творческий летний сезон в усадьбе стартовал в начале июня, и вот уже в четвертый раз на этой площадке звучит музыка великих классиков. Почти весь июнь и вторую половину августа каждый желающий может прикоснуться к искусству. Всего запланировано 28 концертных тематических программ, которые представят коллективы и солисты Ленинского мемориала. А также приглашенные артисты со всех уголков нашей необъятной страны. Из Москвы, Нижнего Новгорода, Республик Татарстан, Бурятия и Мариэл. Открыл летние сезоны в усадьбе концерт Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». Под управлением главного дирижера Эдуарда Дедюры. Коллектив представил зрителям программу из популярных оперных увертюр и арий. Всего же в этом году в рамках летних сезонов в усадьбе слушателей ждет насыщенная программа. Камерные концерты цикла «Музыка, поэзия, проза». Этнофест, джаз в усадьбе, субботние вечера, концерт на бис и воскресные концерты «Классик хит-кроссовер». Ну, так что корректируем свои планы, а мы пока расскажем о других новостях из жизни Ульяновской области. Здравоохранение, образование, промышленность. Славные вехи Димитровграда в новой экспозиции «Меликес Советский». Завершающая шестая выставка галереи под открытым небом открыл в субботу 10 июня. Проект, который был воплощен с помощью гранта правительства Ульяновской области, у нас подходит к концу. Это у нас уже шестая экспозиция галереи под открытым небом от Меликеса до Димитровграда. И она называется «Димитровград Советский». Здесь мы хотели показать, каких высот достиг город, как он развился к концу 80-х годов 20 века. И мы показали те предприятия, которые у нас еще и существуют, и даже те, которые, к сожалению, закрыты. Поэтому вот такой вот у нас аккорд финальный на нашей выставке, которая началась у нас с Меликеса Купеческого, с основания нашего города. И вот завершается, можно сказать, 90-ми годами. Ну, а то, что у нас после 90-х, 2000-х годов, я думаю, наши потомки это сделают отдельной выставке и про нашу жизнь тоже расскажут. В дополнение общей картины «Атмосфера советских времен» играла музыка городского метронома, дети играли в любимые всеми в те годы забавы. Для города, тем более юбилейная дата и в любом случае такая трехзначная цифра для нашего города, это проект замечательный. И спасибо, конечно, Андрею за то, что он это сделал, вложил душу, знания, материал. Это очень большая работа. И в следующий момент в городе бывают гости. Если даже мы, горожане, проходим здесь, обязательно кто-то остановится, прочтет, узнает, увидит знакомые места. А для гостей это необычно, потому что в самом деле все-таки город Димитровград имеет очень большую историю. Выставка «Димитровград советский» стала еще одним подарком к юбилейному дню рождения родного города. Предлагаю продолжить эфир самой полезной, самой необходимой. А, ну, хотя ЗОЖ тоже полезная рубрика. Ну, как-то стиль мне... Что ты хочешь кого-то принесить немножко? Стиль мне как-то дороже. Там вот, понимаешь, включил нашу утреннюю программу и узнал, как омолодиться с помощью пары кистей и палетки теней. Как из старых джинс сделать ультрамодные популяции. Да, и это тоже есть. Как картину, в конце концов, нарисовать. И это есть. Вот о чем вы... Как правильно разложить вещи по полочкам, так, чтобы все у тебя вот в шкаф ты открыла, оттуда прям вот свежий бриз, понимаешь, потому что все идеально. В общем, рубрика «Стиль», друзья, для вас, для таких же любителей узнать, что иметь новенькое, попробовать открыть для себя прямо сейчас. Доброе утро. Это рубрика «Стиль» и я, ее ведущая, Анастасия Пескунова, агент порядка. Сегодня я хочу вам рассказать про важную тему хранения коробок от техники и инструкции. Нужно ли их вообще хранить? Нет. Коробки от техники нам нужны 14 дней. Для чего мы их храним эти две недели? Для того, чтобы оформить возврат в магазин. Потому что, если мы возвращаем технику, магазин нам может отказать и не принять без заводской упаковки. А если 14 дней уже прошло, и мы обнаружили какой-то дефект, мы можем сдать товар в магазин, и нам обязаны его отремонтировать даже без коробки. Если вам в магазине отказывают и не принимают товар без коробки по прошествии 14 дней, это нарушение ваших прав. Имейте в виду. Инструкции от техники также не стоит хранить целиком. Если вы обратите внимание, инструкции у нас с множеством языков. И всего лишь одна строчка из этих языков – это русский язык. Также и на страницах есть у нас русский язык, который нам понятный, который мы используем. И какой-нибудь казахский, не знаю, испанский. Если вы, конечно, их знаете, можете оставить, но все-таки маловероятно, что они вам пригодятся. Оставляйте страницы только с русским текстом для того, чтобы в случае необходимости воспользоваться ей. Остальные можете вырывать и сдавать макулатуру. И храните обязательно гарантийные талоны. Они, как правило, идут отдельно, или книжечкой, или отдельным листочком. Они нам, конечно же, нужны вместе с чеком. А вот сама инструкция не очень-то нам, в общем-то, и нужна, кроме русского языка. Также вы можете вообще не хранить инструкции, а пользоваться электронной версией. Если вы введете в интернете название и модель вашей техники, вы сразу же найдете любую инструкцию на русском языке. И устраните дефект или какое-то повреждение, если вдруг оно возникло в вашей технике. Надеюсь, сегодня вам было полезно и интересно. С вами была Анастасия Пескунова и рубрика «Стиль». До новых встреч! Доброе утро! И мы продолжаем для тех, кто только что к нам подключился. Я напомню, сегодня 14 июня, и значит, сегодня можно отметить Всемирный день донора крови. Об этом подробнее поговорим с гостем, который уже у нас в студии находится. Это Марат Эрикович Хапман, главный врач Ульяновской областной станции переливания крови. Марат Эрикович, доброе утро! Доброе утро! С праздником для начала! Да, во-первых, это замечательный праздник. И сразу такой вопрос, как донор должен начинать свое утро? Ну вот, например, сегодня мы хотим пойти сдавать кровь. Как начать утро, чтобы все было хорошо? Во-первых, проснуться с той ноги. Это обязательно. С нужно имеется в виду. В хорошем настроении, легко позавтракать, съесть печенье, легкий какой-то бутерброд и, допустим, выпить кофе или чай сладкий. Желательно, может быть, даже две чашки. Может быть, сладкий сок. То есть вот таким вот образом донор уже будет готов к задаче крови. Кофе присутствовать может в завтраке? Конечно. Конечно. Но, естественно, готовится лучше с вечера. Готовится лучше всего за два дня. А, даже за два дня? Да, это однозначно. То есть не употреблять в пищу жирные продукты, молочные, очень острые, слишком соленые, маринованные. То есть, в общем, легкие перекусы на протяжении двух дней. Ну, в общем, нагружать себя нежелательно, скажем так. А как этот день отмечается у вас каким-то особенным образом акции? Это будет уже к празднику. Да, да, да. Мы, естественно, каждый Всемирный день донора отмечаем. Мы приглашаем, так сказать, доноров, чествуем их обязательно, почетных доноров, молодых доноров. Хочу сказать, что донорство в Ульяновской области очень сильно помолодело. И вы знаете, в этом году, так сказать, молодых доноров пришло на 3% больше, чем в прошлом году. Молодые – это какой возраст? Молодые – это, будем считать, до 30 лет. Это молодые доноры. С 18 до 30, потому что 18 можно сдавать уже кровь, соответственно. И вы знаете, я рад тому, что донорство в Ульяновской области молодеет. Это говорит о том, что у нас все больше молодежи несут в том числе какую-то социальную ответственность. Конечно. Или все больше ребят действительно становятся, ну, сейчас говорят такое слово, зожниками, то есть приверженцами здорового образа жизни. Или это все вкупе? Я бы сказал, что это все вкупе. И вы знаете, так сказать, я вот даже когда хожу по городу или езжу, допустим, да, я вижу очень много людей, которые занимаются спортом, которые катаются на велосипедах, в большинстве случаев ходят пешком, так сказать, в спортзал ходят и так далее, и так далее. И вкупе, естественно, так сказать, с тем, что вот они ведут здоровый образ жизни и считают, что каждый из них должен, ну, будем так говорить, по крайней мере, отдать частичку себя, поучаствовать, посоучаствовать, так сказать, и, наверное, спасти чью-то жизнь. Я считаю, что это очень хорошо. Ну вот молодых доноров больше. А в целом, если мы говорим, действительно ли людей становится больше? Или пандемия, знаю, что свой отпечаток наложила. Сейчас ситуация выровнялась. Ситуация выровнялась, это однозначно, я бы так сказал, да. И вы знаете, еще раз повторяюсь, то есть где-то у нас в общей сложности количество доноров увеличилось порядка на 4% с прошлым годом, а с пандемийным годом, ну, я могу сказать, что процентов на 9 как минимум, если не больше даже. Если даже не больше. А если говорим с соседями, мы как вот? Мы всегда впереди. Отлично. А вот количество доноров увеличилось, это вот именно постоянных? Или все-таки наверняка присутствуют же люди, которые вот есть день донора, вот сходил, сдал, потом через год. Нет, ни в коем случае так не бывает. Дело в том, что даже вот сейчас, так сказать, вот этот как раз всемирный день донора проходит под эгидой сдай кровь, сдай плазму и сдай ее неоднократно, так сказать, для того, чтобы вот увеличить количество запасов компонентов крови и помочь именно тем людям, которые нуждаются в постоянном переливании компонентов крови. Поэтому донор, который сдал один раз, он от нас не уходит навсегда и не приходит там через год. Чаще всего, так сказать, вот как и вы, являясь донорами, так сказать, да, донором, соответственно, приходите довольно-таки, приходят довольно-таки часто, то есть, ну, не менее трех раз в год, а то и более того. И ведь дело в том, что когда человек сдал первый раз компонент крови, да, чтобы, так сказать, потом перелить этот компонент крови непосредственно к рецепиенту, мы должны исследовать эту кровь. То есть, и, соответственно, плазму, да, она должна пройти карантинизацию не менее полугода. И только после этого она может использоваться в лечебной сети. То есть сейчас какие-то потребности... То есть вирус безопасности компонентов крови – это самый основной фактор и самая основная наша работа вообще вирус безопасности компонентов крови, так сказать, для переливания... То есть те, кто сдадут сегодня, их кровь попадет к нуждающемуся только через полгода минимум. Совершенно верно. Поэтому мы должны пополнять запасы крови. Естественно, донор сдав один раз, приходит второй, третий и так далее. Бывают такие моменты, что, ну, вот человек не знает, например, что у него там что-то не очень хорошо со здоровьем, что ему по здоровью нельзя, допустим, сдавать кровь. И вот он один раз пришел, а, соответственно, в следующий раз, когда приходит, ему уже говорят, слушайте, мы тут все посмотрели, проверили, вам нельзя. Бывает и такое, конечно. В каких случаях? Ой, масса случаев. Ну, это, во-первых, инфекционные заболевания, которые передаются через кровь непосредственно, сказать, это хронические серьезные заболевания, ну, которые человек нажил, так сказать, в процессе своей жизни, либо же у него они были. Вот, естественно, он отводится от донора, от донорства, наверное, так сказать, ну, в зависимости от тяжести заболевания, либо же на постоянной основе, либо же, так сказать, вот на какое-то время неопределенное. Ага, то есть даже если человек не знает, что у него это есть, по крови все можно определить. Ну, практически, да, и не только по крови. У нас база данных, так сказать, на всех наших жителей, ну, на жителей Ульяновской области, поэтому, естественно, мы прекрасно понимаем и знаем, так сказать, то есть чем болен человек, ну, и какие, так сказать, отводы у него могут быть непосредственно по отношению к донору. Ну, вообще, да, там система один раз столкнулся уже в этом году, по-моему, обращался в поликлинику, что заболел, и вроде бы сроки все выдержал. Пришел мне и говорит, так, а вы вот болели? А было, да. Вы болели? Давайте-ка вот когда закончили, ага, вот еще две недельки подождите и приходите. Совершенно верно. То есть мы должны соблюсти, да, мы должны соблюсти все нормы и порядки, соответственно, так сказать, да, и позаботиться не только о жизни рецепиента в будущем, но и, естественно, о самом доноре в первую очередь, чтобы не навредить донору. Ну, что касается запасов, есть ли какие-то, или это из года в год одни и те же группы крови? Ну, я вам хочу сказать, что запасы у нас всегда, так сказать, имеют место быть, естественно, на любые, так сказать, чрезвычайные ситуации мы обязаны иметь этот запас. Естественно, он есть, ну, плазма у нас очень большое количество, так сказать, те компоненты, которые необходимы, это зависит от того, какое количество пациентов находится и с какими группами крови, так сказать, и с какими резус-факторами непосредственно в лечебной сети, и по заявке непосредственно в лечебной сети мы уже выполняем тот объем, который необходим непосредственно для определивания рецепиентам, которые находятся на лечении. Есть ли какой-то недостаток, может быть, вот кровь, первая отрицательная, вторая отрицательная или что-то, вот, ну, надо бы поднажать, ребята, кто нас смотрит. Я повторюсь, если позволите, но вы, наверное, это тоже знаете, так сказать, да, то я хочу сказать, что группа крови срезвыча с отрицательным фактором, их всего лишь 15%, то есть людей, которые обладают этими компонентами крови, так сказать, этой крови, то есть срезвыча с отрицательным фактором, естественно, их 15% от всего населения земного шара, и у нас в городе в том числе такая же ситуация. Поэтому, конечно, когда попадает пациент, так сказать, для лечения, и ему требуется, так сказать, ну, чаще всего, к сожалению, не один компонент, да, и не от одного донора, а от пяти, от десяти, от пятнадцати, может быть, ну, в зависимости от тяжести течения заболевания, от сочетанности травм, там, от серьезных каких-то операций с большой кровопотери и так далее, конечно, так сказать, нам необходимо большое количество доноров, и мы, естественно, просим этих доноров, чтобы они пришли, потому что у нас данные на всех доноров имеются, вот все явки адреса, так сказать, и пароли, и телефоны, вот, и мы звоним, и, вы знаете, все откликаются, все приходят, так сказать, и все помогают. Но ведь кроме того, что, естественно, слова благодарности звучат для доноров всегда и в вашем учреждении, и от тех, кто воспользовался, и от врачей, есть и реальные меры поддержки. Донорам, конечно, да, почетные доноры, так сказать, у нас всегда в почете, да, во-первых, так сказать, они получают компенсацию достаточно серьезную, порядка, сейчас уже более 16 тысяч в год для того, кто получает, допустим, пенсию, так сказать, это неплохая прибавка, да. Ну, это все единовременно выдается, так сказать, государство, но, тем не менее, как бы то ни было. Кроме того, так сказать, есть возможность поехать отдохнуть, попасть в отпуск, так сказать, вне, скажем, времени того, которое, допустим, подошло. То есть человек может воспользоваться вот этими льготами, соответственно, и получить удовольствие. Получить звание почетного. Какой путь нужно пройти в донорстве? Ну, не менее 40 раз надо сдать кровь, и не менее 60 раз плазму. Это однозначно совершенно. 40 раз сдать кровь. Вот за год сколько приблизительно сдают? 5 раз. Мужчина может сдать 5 раз. Женщины меньше. А дальше считай. Да, ну, из года в год надо будет продаптать кровь. Не менее 9 лет, как минимум. Я правильно понимаю, что донор всегда, это в большинстве случаев здоровый человек. То есть постоянный донор, это в первую очередь здоровый человек, и не только потому, что его вы обследовали, а ведь это обновление крови. Да, это конечно. И вы знаете, во-первых, донор следит за своим здоровьем. Чтобы быть донором, надо следить за своим здоровьем. Это обязательно. То есть это в какой-то степени человека, скажем, держит в каких-то рамках, в донусе, соответственно. То есть человек следит за собой, он занимается, так сказать, спортом или физкультурой, он ведет правильный образ жизни, здоровый, ну и так далее, со всеми вытекающими обстоятельствами, естественно, и последствиями. Ну, вот сегодня праздник. Как-то его уже к вечеру будут отмечать, кроме того, что будете поздравлять донора? Мы начинаем отмечать с утра, я бы так сказал, да. Но это ударным трудом с утра. А вечером уже прогулка. Мы участвуем доноров, так сказать, мы приглашаем их, мы вручаем им подарки, так сказать, благодарности выражаем, ну и, в общем, всегда поддерживаем их, так сказать, вот тем, чем мы можем поддержать, естественно. Вот, кстати, сколько всего сейчас в Ульяновской области, ну или в Ульяновске почетных доноров? Вы знаете, что в Ульяновской области порядка 11 тысяч, я вам даже точную цифру могу сказать, 11 тысяч 98 человек почетных доноров на сегодняшний день. И это по всей области. И это по всей области. Это очень большая цифра. Очень большая цифра. И дело в том, что это не только доноры, почетные доноры России, но и почетные доноры СССР. И некоторые из них сдают кровь до сих пор, представляете? То есть есть и такие. То есть человек еще в Советском Союзе получил звание. Да, получил, да, звание почетного донора СССР. И до сих пор? До сих пор, да, сдают кровь. Есть такие у нас. Потому что донор – это здоровый человек. Совершенно верно. Еще донор, я так понимаю, омолаживает очень серьезно. Конечно, конечно. Омолаживаются клетки крови, так сказать, да. Снижается, так сказать, артериальное давление, оно выравнивается. Ну, в общем, много факторов полезных, которые, так сказать, организму при сдаче крови, так сказать, очень даже помогают. Ну, если у нас сегодня человек посмотрел программу и решил, что хочу попробовать себя в качестве донора, что ему в первую очередь нужно делать? Может быть, какие-то дополнительно сразу сдать анализы, идти уже готовеньким? Или можно прийти к вам и сказать «хочу». Ну, во-первых, он должен знать, что он действительно здоров. И, естественно, так сказать, предварительные какие-то анализы сдавать не надо. Когда донор приходит к нам, мы полностью бесплатно его обследуем, так сказать. И, соответственно, если он может быть донором, то он продолжает, так сказать, свою карьеру, так сказать, донорскую. А если не может, то, естественно, мы его отводим от этого донорства. Куда ему прийти? Еще раз мы напомним. В станции «Переливание крови» Ульяновская область, наверное, находится на улице 3-го интернационала 13, дробь 96. Милости просим, пусть доноры приходят. Больше доноров – больше жизни. Как такой, наверное, вопрос? Как решиться? Это надо внутренне? Невозможно же человека заставить? Нет, конечно. Вы знаете, я считаю, что каждый добропорядочный гражданин, старающийся помочь кому-то, старающийся подумать о том, что он может спасти чью-то жизнь, я думаю, он сам соберется, с большим удовольствием придет и выполнит эту миссию. И не только в праздник. Но сегодня праздник, еще раз с ним поздравляем и вас, и наших телезрителей. Ну и, Володь, тебя тоже с этим поздравляем. Тебе тоже немного осталось до почетного. Ну, уже полпути практически пройдено, будем так говорить. Более-менее, да, более-менее полпути. Будем считать треть. Да, треть пути. Есть над чем работать. И, пользуясь случаем, тоже хочу поздравить почетных доноров и вообще всех доноров Ульяновской, Ульяновской области. Всем пожелать крепкого здоровья, чтобы все было хорошо. Спасибо вам большое за это чудесное утро. За познавательную, интересную, как всегда, беседу. Спасибо вам. Приходите сдавать кровь. Будем надеяться, что доноры пойдут, опять-таки, не только в праздник, но и в обычные дни, потому что действительно спасать жизнь – это важно, нужно и воспитывает внутреннюю ответственность. Это почетная миссия. Каждого человека. Напомним телезрителям, что этим утром у нас в гостях был Марат Эрикович Хапман, главный врач Ульяновской областной станции переливания крови. Ну, а мы двигаемся дальше. На шашлыки, конечно, готовы. Но мы не готовы. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань Экспресс. Парируй. Казань Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Маринад для шашлыка «Жарим мясо» за 99 рублей. Казань Экспресс. Я страдаю варикозом 10 лет. Я не ношу юбки. Лечение варикоза лазером на любой стадии и за один день. Без боли, рубцов, госпитализации. Медицинский центр «Консилиум». Телефон 748-748. Два часа утреннего эфира позади. Впереди насыщенный и интересный день. Я сразу же предлагаю поговорить о праздниках, которые можно отметить сегодня, 14 июня. Итак, это Всемирный день донора крови. Мы подробно обсудили с гостем в студии. Соответственно, уже поздравили всех причастных к этому событию. Мы поздравляем еще раз. Ну и кроме этого, можно отметить День работников миграционной службы Российской Федерации. А еще Международный банный день, который, конечно же, лучше всего отмечать. Где, Володя? Правильно, в бане. Так что не нужно ждать 31 декабря. Ну и истории тогда могут начинаться с фразы там «Каждый год, 14 июня. Мы с друзьями в бане отмечаем День бани». Ну, еще сегодня Международный день блогера. Ну, а в нашей студии, несмотря на день недели и праздники, всегда свежие, яркие, цветочные композиции от партнера программы сети цветочных салонов «Нимфа-73». Если вдруг вы проспали на же утро, не беда. Восполнить пробел можно с легкостью на сайте www.reporter73.tv. И не забывайте номер телефона утренней редакции 30 50 73. На этом будем прощаться. Для вас сегодня работала Екатерина Тереченко и Владимир Гаврилов. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!